Итак, ну а мы с вами продолжаем двигаться по рацимозным соцветиям, и следующим очень важным рацимозным соцветием является корзинка. Ну, у терафитов вроде почки ближе к земле, обычно кустарники, размер 20-25 сантиметров. Ну, можно и к терафитам отнести, да, просто можно к терафитам, можно к фанерафитам, но тут уже спорно. Но главное, что это не хамифиты, которые, ну, вот вообще точно не хамифиты. Так, следующее соцветие – корзинка. Корзинка, конечно, разительно отличается от всех тех, которые мы обсуждали с вами до этого, а обсуждали мы с вами классические школьные соцветия – кисть, колос, головка, щиток, зонтик. Корзинка – это очень специфическое соцветие, которое в основном характерно для астровов, ну, или сложноцветных. Почему в основном? Потому что не всегда. Есть исключения, ну, например, у зонтичных у некоторых есть корзинки, у колокольчиковых некоторых, ну, бывают исключения, но в основном, в подавляющем большинстве, это, конечно же, сложноцветные. И вариативность этих корзинок очень-очень велика. Ну, во-первых, в корзинках мелкие сидячие цветки плотно располагаются, насильно разросшимся, как бы такой, ну, это нельзя назвать, конечно же, цветоложем, да, это такая объединенная площадка для посадки всех цветков. Она может быть разросшена в горизонтальной плоскости, она может быть разросшена в вертикальной плоскости, в зависимости от того, как это все выглядит. Также есть еще обертка соцветия. Она похожа на то, что мы видели с вами у початка, вспомните покрывала початка. Обертка корзинки немножко другая, не всегда служит для привлечения, очень часто служит все-таки для защиты. Не всегда состоит из одной какой-то структуры, чаще всего из нескольких. Но, тем не менее, вот она выполняет такую защитную функцию. Чаще всего все-таки обертка представлена вегетативными листьями верховой формации, то есть это зеленые листья будут. Они не будут служить для привлечения, а для защиты. Но не у всех и не в сети. Вот прекрасное растение, я его видела вживую, собственно, покупала недавно для практику. Это эрингиум, синеголовник. Он относится к зонтичным. А теперь внимательно посмотрите на правую фотографию и докажите мне, что он относится к зонтичным. Мы с вами помним, что у зонтичных какое соцветие. У зонтичных на ветвление. Правильно, Кирилл, нужно посмотреть на ветвление вот этих осей соцветия. Вот идет главная ось. Вот пошла боковая ось, которая заканчивается раз соцветием, два соцветиям, три соцветиям, которые располагаются на одном уровне. На что это похоже? Вот если бы у вас было только это. А вместо корзиночек здесь были обычные цветки. Какое это соцветие будет? Это же котик из аниме «Ведьми на службу доставки». Да, у меня котик из аниме «Ведьми на службу доставки». Главный герой пришел. Сложный зонтик. Да, совершенно верно. Полина, Зинят, молодец. Кирилл, что хотел сказать? Итак, что мы видим? При внимательном рассмотрении мы понимаем, что несмотря на то, что конечными структурами являются корзинки, если мы вместо этого посадим обычные цветки, простой цветок, то тогда у нас будет сложный зонтик. В этом аниме еще мама у главного герой не была травница. Да, 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 да. Моя мама тоже любит зелье варить, и она делает настойки. Так вот, смысл в том, что несмотря на такую отличительную характеристику в виде того, что корзинка присутствует, казалось бы, у представителя зонтичных, но так как эрингиум помнит, что он зонтичный, то вся его структура соцветия повторяет, соответственно, структуру сложного зонтика. Вот, товарищи все-таки помнят, кто они. Дальше, следующее соцветие, это тоже не, как вы понимаете, не сложноцветное, это букашник, он относится к колокольчиковым. Вот здесь, конечно, не будет строгого соблюдения типа исходного соцветия, но посмотрите, какая красота, вот, в общем, какая красота, букашник. Вот, такие очень красивые, очень красивые цветочки. Причем внимательно посмотрите, помните, мы с вами обсуждали, чем цимозные соцветия отличаются от рацимозных, в частности, по тому, как они зацветают. Посмотрите внимательно, они зацветают центростремительно, от краев к центру, да. Если бы мы все эти цветочки распределили по вертикальной оси, то это было бы зацветание снизу вверх. А так как мы это все сплюснули и поместили на единую плоскость, то от периферии к центру. Это, кстати, очень важно. Итак, корзинка сложена цветных состоит из разного типа цветков. Они могут выполнять немножечко разные функции. Кто-то служит для более яркого привлечения пылителей. Кто-то просто несет чисто генеративную функцию размножения. Очень часто иногда даже невзрачный какой-нибудь околоцветник. В связи с этим они в соцветии располагаются в разных местах. Итак, три основных типа цветков. Правда, можно выделить и другие, но три основные. Это, соответственно, язычковые, воронковидные и трубчатые. А нас чаще всего интересуют именно язычковые или ложные язычковые цветки. Мы сейчас о них поговорим подробнее, потому что иногда про них сочиняют отдельные задания. При этом внешний облик корзинки имитирует вид одного цветка. Честно говоря, долгое время я считала, что ромашка – это простой цветочек. Когда я выяснила, что ромашка – это соцветие, и то, что я отрываю вот это, любит, не любит, плюнет, поцелует. И когда я выяснила, что я отрываю не лепесточки, а прям цветочки язычковые или ложные язычковые. Тут мой мир перестал быть прежним. И, соответственно, обертка, это многих выбивает из клея. Соответственно, обертка аналогична чашечке. Вот эти листья, обертки зеленоватые, они имитируют чашечку. Яркие периферические цветки, они как бы соответствуют венчику. А желтенькие цветки по центру, они типа… Ну, вот мы как рисуем цветок? Ну, как я вот рисую до сих пор, ботаник, как я рисую цветочек. Ля-ля-ля, это обычно я и желтеньким закрашиваю. И, значит, вот такие, ну ромашка, ромашка. А потом выясняется, что и вот эти цветочки, и вот здесь вот по центру тоже находятся цветочки. Просто они разные, они выполняют немножко разные функции. Так, все, коту пора до свидания сказать. Ну и, соответственно, когда мы говорим про привлечение пылителей, то тут в ход идут разнообразнейшие всякие вариации и сочетания, и цветовые, и сочетания разных типов цветков. Так вот, вот эта вот имитация простого цветка, но при этом мы помним, что это соцветия, вот такие высоко специализированные соцветия, которые напоминают отдельный цветок, называются антодиями. На самом деле мы с вами уже встречались с антодиями. Как вы думаете, вот мы с вами брали кисть, полос, щиток, корзинка, початок, головка. Кто из перечисленных соцветий будет антодием? Кто из них имитирует простой цветок отдельный? Подумайте. Вспомните, у кого были вот эти вот оберточные листья, которые там вообще как единая структура выглядели. Корзинка-букашенька. Нет, корзинка-букашенька была до этого. Нет, Таня Николаевская, Кирилл, правильно, початок. Початок, да, вот это вот покрывало початка, сливающиеся в единую конструкцию, служащие для привлечения. И вот, собственно, этот сам початок. Визуально же это как простой цветок. И многие початки, они, собственно, имитируют простые цветки. Поэтому мы уже с вами встретились с двумя антодиями. Это корзинка сложноцветных и початок ароидных. Не у всех, на самом деле, это все имитируется. Вот именно у ароидных початок вот он так вот имитирует простой цветок. Корзинка сложноцветных. Вот эта вот фотография, которая находится слева, это фото, которое я взяла, по-моему, с сайта кафедры высших растений или у кого-то из коллег. Вот, собственно, эти все вариативные всякие ромашки, ромашишки. Все они, есть такая присказка. Все травки-мятлики, все птички-зяблики, все комары-анотлисы, все ромашки, все сложноцветные ромашки. Вот, поэтому на самом деле отличить желтые цветки сложноцветных друг от друга, когда у них еще вегетативная часть тоже очень схожа, это так себе задание. Это тоже непростая история. Вот, ну что ж, давайте с вами подробнее поговорим про язычковый цветок. Почему это важно знать, еще раз повторюсь, потому что очень часто его выделяют как отдельное задание. Итак, значит, в норме язычковые цветки имеют пять тычинок и, соответственно, один пестик. При этом венчик представляет собой короткую трубочку, вот она, короткая сросшаяся трубочка, от которой в виде лопасти отходит вот этот самый язычок под буковкой D или лигула. Но мы с вами помним, что по-латыни язычок называется лигула. Но эта лигула представлена сросшимися лепестками, то есть весь венчик, он у нас сросленно-лепестный. В основании это просто трубочка, а дальше срастание происходит неравномерно. У нас язычок поступает справа, слева, в бок, в кривь, в кость, неважно куда. Но смысл в том, что он состоит из, раз, два, три, четыре, пять, из пяти сросшихся лепестков. Дальше что мы имеем? Мы имеем сросшиеся тычинки. Ну как они? Они своими тычиночными нитями в основании они свободные, но дальше они своими тычиночными нитями как бы обхватывают столбик и в итоге считается, что они к нему не прирастают, но обхватывают. Ну и сильно выступающие рыльца, очень часто лопастное. Собственно, вот то, что я отрываю у этой ларомашки лекарственной, гадая, любит, не любит, плюнет, поцелует, я тяну за лигулу и в итоге вырываю весь цветок. Но так как у нас корзинка – это антодий, и он имитирует простой цветок, то визуально это выглядит как просто лепесточек цветочка. Вот и все. Но, как мы с вами понимаем, это язычковый цветок. Итак, внешне похоже на ложные язычковые, но образованы не тремя, а пятью сросшимися лепестками, поэтому на верхнем крае имеется 5 зубчиков. Ложноязычковые цветки будут иметь точно такое же устроение, но на верху у них будет не 5 зубчиков, как здесь, а 3 зубчика, потому что у ложноязычковых цветков у них венчик трехлепестный. Он состоит из трех лепестков. Вот в чем отличие язычкового цветка от ложноязычкового. Язычковые цветки обычно образуются отцветия корзинку. Например, все цветки корзинки одуванчика язычковые. Иногда происходит микс между трубчатыми и язычковыми. Короче, вариативность максимально разнообразная. Ну, что тут еще сказать? Еще раз мы говорили с вами про антодии. Это корзинка сложноцветных и початок ароидных. Сразу скажу вам, что не у всех початок будет имитировать простой цветок. Потому что если мы с вами возьмем какой-нибудь аир, то вот у него початок не очень имитирует простой цветок. А вот у ароидных – да. В литературе также встречается термин псевдантий. Это выдержка из учебника Людмилы Иванова. Псевдантий, используемый для обозначения соцветий с раздельно полыми цветками, функционирующими подобно единому цветку. И часто внешне также напоминающий единый цветок. К таким соцветиям относятся, например, циати у семейства Молочайный. Сейчас мы будем про это говорить. Итак, еще раз. Значит, три новых слова. Не пугаемся. Давайте еще раз разбираться. Антодии – это соцветия, которые имитируют простые цветки. При этом эти цветки в антодиях, цветки соцветия, будут являться обоеполыми. Но мы с вами знаем, что цветки бывают либо мужскими, либо женскими, либо обоеполыми. Так вот, если у нас в соцветии есть раздельно полые цветки. У нас есть огромное большое соцветие, и часть цветков только женские, а часть цветков только мужские. Ну, бывает же такое? Бывает. И вот если вот эта вот конструкция соцветия, которым есть отдельно женские цветки, отдельно мужские цветки, пытается имитировать простой цветок, это будет называться псевдантий. И примером такого псевдантия, и более того, эти соцветия вы можете видеть и, например, даже в наших условиях. У нас есть молочайные с циатиями, и вообще многие молочайные, они же суккуленты, и многие держат их у себя дома. Так вот, циати – это особые соцветия, которые имитируют простой цветок, но по сути являются соцветиями. С женскими цветками и с мужскими цветками, и они характерны для семейства молочайных. Вот, в частности, циатий. Значит, что вот это вот такое? Давайте разбираться. Итак, единственный пестичный цветок, пестичный цветок, как вы понимаете, женский цветок, представляющий собой редуцированные пестичные соцветия. Вот эта штука – это пестичный цветок. Это цветок, который представляет из себя редуцированные пестичные соцветия. То есть там, по идее, должно было быть несколько цветков женских, но в процессе все это как бы редуцировалось и усохло, и у нас остался один только пестичный цветок. Ну, на самом деле, если вы присмотритесь, то вы увидите, что вот эта вот конструкция берет свое начало вот здесь. То есть вот это вот тоже часть этого пестичного цветка. Дальше. А также окружающие его пять тычинок представляют собой редуцированные пестичные соцветия. Ой, нет, пардон. Вот эти вот, вот это вот, вот это вот, раз, два, там будет три, четыре, пять. Это, соответственно, редуцированные пестичные мужские цветки. Такое соцветие окружено листьями обертки. Вот это большие штуки. Они очень часто разноцветные, да, служат для привлечения. Это, соответственно, листья обертки, представляющие собой кроющие листья редуцированных однополых соцветий. Ну, собственно, листья обертки также и используются у корзинки и у початка. У многих видов листочки обертки ярко окрашены, что создает впечатление околоцветника вокруг единого цветка. Сразу скажу, что не у всех строго такой набор, не у всех молочайных вот ровно так все это выглядит. Ну, например, вот. Это те же самые циати, видите, ну вот это вот вообще выглядит как простой цветочек. Хотя на самом деле это не простой цветочек, да, а это будет циати. Если мы внимательно с вами присмотримся, мы увидим пять желтеньких выступающих частей. Раз, два, три, четыре, пять. И, как вы помните, это мужские цветки, это тычиночные цветки. И по центру то, что будет имитировать пестик, это пестичный цветок. Вот. И все это окружено раз, два, три, четыре, пять, четырьмя, ну как бы такими лопастями, которые представляют из себя обертку соцветия. Но здесь они просто окрашены. Здесь они, ну, слабее окрашены. Пока не читайте вот эти страшные названия, вы узнаете потом, что это такое. Ну или вот, циати, это правда всегда прекрасно. Вот эта вот конструкция, это вообще моя любовь. Если не знать, что это, а если вот сфотографировать только вот эту вот часть, можно же подумать, что это какая-нибудь щупальца-цминога. Вот. На самом деле это нет. Это будет, как вы понимаете, мужской цветок. Раз, два, три, четыре, пять. Пять мужских цветков, которые окружают женский цветок. Циати. Вот это, собственно, не подумайте, это не кактус, это молочайная. Вот и вот она тоже цветет. Просто молочайные, очень вариативные. Да, вы знаете, что кто-то из них является листовыми суккулентами, кто-то стеблевыми суккулентами, кто-то вообще не является суккулентами. Да, но при этом имеет вот такие вот вытянутые игольчатоподобные листья. Вот, как вы понимаете, вот это вот соцветие на что похоже? Если представить, что вот это простой цветок, то визуально это кто? Структура соцветия, кого бы напоминает? Так, давайте посмотрим. Зонтик. Да, Кирилл прав. Кирилл молодец, хорошо научился отличать структуру соцветия. Это зонтик, конечно. Вот единая ось. Да, потом пошли цветоножки раз цветка, два цветка, три цветка. Все они примерно на одном уровне. Вот кроющие листья каждого цветка. Но, как вы понимаете, это не простые цветки, это соцветия. Поэтому это зонтик из циотиевых. Вот такая вот интересная история. Но мы с вами продолжаем. И следующая наша с вами группа соцветий – это цимозные соцветия. Еще раз. Цимозные соцветия закрыты. Это означает, что в них ограниченное число цветков. Помимо того, что они закрытые, они будут зацветать сверху вниз. А если мы говорим про окружность, то они будут зацветать от центра к периферии. У них симпадиальное нарастание соцветия. Что я еще забыла сказать? Да все вроде. Итак, есть два базовых цимозных соцветия. Одно из них называется монохазий. Монохазий – это когда у нас есть, например, ось, на которой раньше располагались листочки. Ну, соответственно, вегетативная ось. И дальше верхушечная опекальная меристема превращается во флоральную меристему и заканчивает эту ось цветочком. У нас образуется верхушечный цветок. Вот он, верхушечный цветок. Но под ним располагается также листочек. Ну, он же может располагаться на побеге? Конечно, может. И в пазухе этого цветочка располагается боковая почка. Но это не вегетативная боковая почка. Это генеративная боковая почка. И эта генеративная боковая почка выдает цветочек. Вот это боковой цветок или пазушный цветок. Вот такая штука называется монохазий. А когда будет тестирование на праг? Вы просто говорили, а я забыла и не осознала. Так, Злат, значит, смотрите. Ладно уж, если разговор идет об этом. Тестирование на практику. Тестирование на практику я не знаю, когда будет. Может быть, в мае мы его проведем. Потому что, скорее всего, следующий наш с вами брак, как я уже говорила, будет после моего возвращения из Сириуса. Это конец мая. То есть у вас там уже особо занятий не будет. И, соответственно, мы с вами можем довольно долго погулять. К тому же, если Владимир Викторович Чуп разрешит, то мы проведем практическое занятие по соцветиям и цветкам. И вообще по морфологии мы проведем в ботаническом саду. И, соответственно, это будет в мае. И, скорее всего, отборочное я сделаю в мае. Когда мы с вами все цветки пройдем, все соцветия, начнем экологическую ботанику. То есть это будет такой вот гигантский тест. Монохазий. Значит, еще раз. Монохазий состоит всего из двух цветков. Значит, казалось бы, да? Ну, всего два цветка. Почему это соцветия? А потому это соцветия? Потому что формируется оно очень специфическим образом. Это верхушечный цветок. На оси верхушечного цветка формируется лист, в пазухе которого формируется боковой цветок. Монохазий. Но из него же можно сделать кучу всего разного. Давайте поиграем в конструктор. Итак, вариант номер один. Давайте я сейчас возьму другой цвет. Цвет чернил. Давайте будет синий. Значит, вот этот вот боковой цветок, он же на своей оси может иметь листочек? Может. Ну, например, он имеет этот листочек справа от себя. В пазухе этого листа может сформироваться цветок? Может. И он формируется. Дальше. В пазухе этот боковой цветок второго порядка может иметь листочек на своей оси? Может. И так и далее. И у нас формируется соцветие, которое называется завиток. Потому что оно, собственно, зацветает вот так вот. Потому что каждый последующий цветок будет формироваться справа, условно говоря, от исходной оси. Но мы же... У нас же может быть и другая структура, правильно? Мы же можем отложить боковой цветок с другой стороны. Вот наш исходный терминальный цветок. Вот он пошел, боковой цветок первого порядка. Дальше мы можем отложить, соответственно, сформировать свой лист с другой стороны. И, соответственно, следующий цветок, пазушный цветок второго порядка у нас будет не справа, как в случае завитка, а слева. Дальше, соответственно, мы можем отложить опять же справа, а потом опять слева. И так и далее. И у нас получится извилина. В общем, играясь с плоскостями, в которых вы будете создавать пазушный цветок, вы можете получить завиток, извилину, веер и серп. Играйтесь, как хотите, но исходный тип соцветия – монохазий. Потому что исходно два цветка. А что вы делаете с ними потом – это уже ваши проблемы. Следующий тип цветка, простите, следующий тип соцветия, базовый тип соцветия – это дихазий. У дихазия почти ровно то же самое, но у него на оси соцветия, на оси соцветия формируются два цветка. Почему он монохазий? Потому что пазушный цветок один, а дихазий, потому что пазушных цветка два. И они, собственно, супротивны. Что мы получаем? Вот у нас, соответственно, главная ось, верхушечный цветок, листья, в пазухах которых сформировались два пазушных цветка. Прекрасно, замечательно. Что можно получить? А из этого можно получить сложный дихазий. Окей, верхушечный цветок мы уже не трогаем, потому что на его оси, на оси этого цветка, условно говоря, на цветоножке, уже сформировались пазушные цветки. Все больше люфта для создания пазушных цветков на верхушечной оси нет. Где мы можем сделать дополнительные цветки? А мы можем их сделать на осях пазушных цветков первого порядка. И мы создаем пазушные цветки второго порядка. Пазушные цветки второго порядка могут иметь свои пазушные цветки? Могут. И дальше начинается свистопляска. Мы получаем сложный дихазий, ну или мы получаем какой-нибудь сиконий, но у сикония там вообще трэш, угары, революции. Вот там все сложно. Как, честно говоря, как было выяснено, что сиконий – это суперзамудренные дихазии, я не знаю. Видимо, там очень долго икорпили над этим. Вот такие вот цемозные соцветия. Они не страшные. Просто если вы представляете себе структуру соцветия, если вы держите у себя в голове принцип создания улитки из вилины, веера, серпа, сложного дихазия, просто дихазия, просто монохазия, и то, как зацветают цемозные, рацемозные соцветия, и при должном опыте вы можете хотя бы при взгляде на соцветия, вы можете хотя бы разделить их на цемозные и рацемозные. Поверьте, это уже немало. Потому что как только вы для себя выяснили, это цемозные или рацемозные соцветия, то дальше у вас вариативность сокращается. Ну, давайте смотреть. Вот наши простые дихазии и монохазии. Вопрос. Может быть, кто-нибудь из вас узнает левую фотографию, что это за растение? Полина, ты должна узнать, мне кажется. Я в детстве отрывала вот эти вот лепестки и приклеивала себе на ногти. Это был маникюр. Без понятия. А смотрите, это герань. Это лесная герань. Если, конечно, я ничего не перепутала, но и такое бывает. Это лесная герань. И тут классическая история. Вот она, соответственно, вегетативная ось, которая в какой-то момент перерождается в генеративную ось. Вот у нас верхушечный цветок. Дальше формируется лист, в пазухе которого формируется второй цветок. И, как вы понимаете, зацветание идет сверху вниз. Первым зацветает верхушечный цветок, а все остальные зацветают потом. Дихазий. Кстати, вот это, я думаю, должны узнать. Правую фотографию. Это очень такие специфические плоды. И еще такая оранжевая штучка торчит. Бересклет. Правильно, это бересклет. Да, действительно. Здесь прям очень хорошо видны эти дихазии. Это верхушечный цветок и два боковых. Понятно, иногда что-то отпадает. Видите, вот здесь на ножке верхушечный цветок и только один пазушный. Ну, знаете, там не хватило сил сформировать. Но в подавляющем большинстве они все-таки дихазиального типа. Вот как это все может выглядеть. Вот как это все можно вариативно изменять. В общем, играться с этим можно очень-очень долго и много. Ну, вот, собственно, вот наш монахазий. Дальше у нас идет извилина. Вот, дальше у нас идет завиток, понятно. Дальше у нас идет простой дихазий. Дальше у нас идет двойной или... А, двойной завиток. Да, двойной завиток. Ну, это на самом деле не совсем... То есть это некорректно говорить, что это двойной завиток, потому что исходный тип сосветия, он дихазий. Поэтому это как бы можно назвать какой-нибудь дихазиальный завиток. Ну, что не в этом роде. Можно как-нибудь такую штуку назвать. Ну, вот это вот тройной дихазий. Тройной дихазий, потому что раз, два, три, четыре. В общем, такой тройной дихазий. А есть еще очень специфический тип соцветия, который... Ну, как бы вам сказать. Его очень сложно спутать с зонтиками. Его очень легко можно спутать с зонтиками или с щитками. Это называется плеохазий. Когда у нас плеос, это как бы много, это больше. Больше одного, больше двух. Вот у нас исходный есть ось соцветия. Вот наш исходный верхушечный цветок. У него на оси цветка, на оси соцветия формируются листья, в пазухах которых формируется не один и не два цветка. Формируется много. Вот вся проблема в том, что непонятно сколько. Три, четыре, пять, десять, восемь. Неизвестно. Поэтому это и называется как бы плеохазий. Но они все равно подчиняются цимозным правилам. Первым будет зацветать центр, а дальше будут зацветать периферия. В отличие от зонтиков. У зонтика или у щитка зацветание будет идти от периферии к центру. В принципе, только так вы можете отключить плеохазий от какого-нибудь зонтика или щитка. На самом деле, еще можно отследить по тому, как это все закладывается. В данном случае более-менее легче. Вот, например, двойной плеохазий. А вот это у нас тирс. Кстати, здесь он изображен неправильно. Здесь он изображен неправильно. Мне кто-нибудь может сказать, почему здесь неправильно изображен тирс? Мы потом отдельно будем говорить, чем тирс отличается от метелки. Я обязательно скажу. Но вдруг кто-нибудь из вас понимает, почему здесь неправильно изображен тирс. Ну, ладно, предположим, вы не знаете. Ладно, к тирсу мы повернемся попозже. Давайте по очереди. Значит, первое, о чем мы с вами будем говорить, это многочленные плеохазии, всякие эти завитки, вееры, улитки и так далее. Первое, что мы с вами рассмотрим, это завиток. Значит, завиток это, ну, кто-то называет улиткой, кто-то называет завиток. Но смысл в том, что есть исходный верхушечный цветок, и в его пазухе формируется нечто. И, в общем, в итоге мы получаем вот такое вот соцветие типа завитка или улитки. Сразу хочу сказать, что очень часто, если вы, например, возьмете незабудку в руки, вы однозначно вот этого верхушечного первого цветка, который самый первый зацветает, можете не увидеть. Он не будет больше всех. У него не будет какая-нибудь супертолстая ось, несущая этот цветок. Нет. Очень часто они такие, в общем, никак не отличимые от других цветков. Но визуально, по тому, как это все зацветает, и вы при этом держите в голове схему завитка, вы можете определить, что это завиток. Потому что, ну, вот он на самом деле, вот он терминальный цветок. Но сказать, что он как-то сильно отличается от других, этого сказать нельзя. Вот. Ну, незабудки, я думаю, что все же видели незабудки, да? Да? Зайки мои. Ну, предположим, что все. Вот. Ну, вот такая вот у них, вот такой вот у них завиток. Дальше. Извилина. Извилина, соответственно, характеризуется тем, что мы меняем сторону, с которой закладываются пазушные цветки из следующего порядка. И в итоге у нас действительно получается извилина, в общем, кривая зигазулина. Тэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Ну, и в частности, она характерна для некоторых представителей семейства рононкуляция лютиковые. Вот. Ну, в частности, лютик едкий. Вот у него извилина. Вот, смотря вот на это добро, пытаться понять, где тут извилина, сложно. Вы просто берете этот, либо изучаете его прямо в природе, либо вы его как-то срезаете, кладете себе, соответственно, на листочек и начинаете разбирать. Ага, вот он, да, значит, ой, с первого порядка, вот второго, пошла, 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 да? То есть так вот быстренько взглядом, даже по фотографии, определить сложно. Надо разбираться. То есть с завитком все довольно просто. Мы тут с ребятами на практикуме диаграммировали такой цветок, который называется фрезия. Вот у него прям завиток-завиток. Там прям, ну, все понятно. Прям очевидно, что это завиток. У извилина не так. Вообще извилина – это постоянная смена направления. Поэтому все это довольно хаотично. Вот как мы здесь это все и видим. Следующее наше соцветие – это веер. И веер, на самом деле, очень похож на извилину. Очень похож, но веер в душе – щиток. Чтобы вы понимали, да? И это означает, что да, располагается-то он по типу извилины. Но длина цветоножек пытается выровнять цветки на одном уровне, чтобы цветки оказались на одном уровне. Не всегда получается. Вы знаете, что для многих пальм характерно соцветие веер. Причем не просто веер, а довольно сложный веер. Как вот это является веером, мне довольно сложно сказать. Потому что, опять же, нужно сидеть, разбираться, раскладывать. Обязательно нужно пытаться находить кровящие листья или хотя бы листовые следы. В общем, это очень важно. Это такая последовательная работа. Следующее наше соцветие – это серп. Возникает вопрос, чем серп будет отличаться от извилины, от завитка. Отличаться он будет тем, что на серпе можно будет встретить прицветнички. Можно будет встретить брактеолы. Мы с вами уже обсуждали, кто такие брактеолы. Я здесь написала профил, но, в принципе, брактеола по сути профил. Можно написать по-другому. Брактеола или прицветничек. Получается, что профил оказывается, прицветничек оказывается неудел, но, тем не менее, формируется. И весь ужас заключается в том, что серп от извилины, серп от завитка вы должны будете отличать только по внимательному изучению цветоножек. Вы найдете два листовых следа или две чешуи, которые являются первым листом и профилом или нет? Поэтому черт ногу сломит. Но, тем не менее, указать точный тип соцветия можно только в том случае, когда вы его внимательно изучаете. Поэтому глобально, если не суперочевидно, что это за соцветие, вы можете лишь сказать, что оно будет относиться к цимозным соцветиям или к рацимозным. А для точного установления типа соцветия нужно будет в этом всем деле очень и очень покопаться. Так что непростая история. Так, вот сейчас у нас будет метелка, а потом тирс. Итак, мы с вами глобально взяли две группы цимозные и рацимозные соцветия. Но есть еще суперсложные соцветия, которые по своей структуре будут подчиняться двум правилам. Первое правило – это суперсложные соцветия, построенные по типу метелки. А второй тип – это суперсложные соцветия, построенные по типу тирса. При этом, как вы понимаете, вместо вот этих вот красных точечек могут быть не простые цветки, а какие-нибудь элементарные соцветия. Короче, черт много сломит. Но вы должны будете понять, по какому принципу построено это суперсложное соцветие. Либо по типу метелки, либо по типу тирса. Итак, как выглядит метелка? Итак, у нас, ну, во-первых, метелкам закон не писан. Как и с тирсом закон не писан. Сказать, что метелка – это рацимозное соцветие, а тирс – это рацимозное соцветие, как выясняется, нельзя. Из всего есть исключения. Но метелка от тирса будет отличаться тем, как будут выглядеть нижние оси. Сейчас объясню. Если вы внимательно присмотритесь, то вы увидите, что метелка построена по принципу, что максимальное количество цветков будет сосредоточено в нижней части. То есть, самая нижняя ветвь, ну, то есть, понятно, что у нас есть ось первого порядка. Вот она, эта ось первого порядка. Ось второго порядка, которая располагается ближе всего к вегетативной части, к нижней части, к… Сейчас. Дистальная – это дальняя, проксимальная – это ближе к проксимальной части. Точек ветвления на этой оси будет довольно много. От нее будет отходить 3, 5, 10 цветков или осей третьего порядка, неважно. То есть, самая нижняя ось будет максимально густо ветвиться. Тирс, в отличие от Тирса, потому что Тирс в душе – дихазий. И что это означает? Если Тирс в душе – дихазий, то что мы с вами имеем? Вот у нас будет ось первого порядка у Тирса. Нет, давайте я нарисую другим цветом, чтобы не происходило пересечение. Вот у нас ось, ось первого порядка. Дальше от нее внизу в проксимальной части отходит ось второго порядка. Но в душе – это Тирс в дихазий. А если в душе – Тирс в дихазий, то ось второго порядка будет иметь только две точки ветвления, потому что она же – дихазий. Вот здесь будет терминальный цветок, вот здесь будет терминальный цветок, здесь будет терминальный цветок. Дальше здесь тоже будет только две точки ветвления, здесь еще может быть две точки ветвления. Другое дело, что точек ветвления вот здесь будет очень много, но на оси второго порядка точек ветвления будет только две. Да, на главной оси будет располагаться еще там много всяких наверху и так далее, но самые нижние оси у тирса, оси второго порядка, будут иметь только две точки выделения. Вот чем отличается метелка от тирса. У метелки на нижних осях, вот на этих осях, много точек ветвления. Они не подчиняются никаким законам, потому что метелка в душе рецимозное соцветие, какая-нибудь кисть, и от ней от кисти может отходить куча-куча цветочков. А дихазия только два. Ну а дальше метелки могут иметь простые цветки. Простая метелка – это какая-нибудь сирень. А вместо простых цветков могут быть какие-нибудь щитки, могут быть зонтики, в общем, какая-нибудь щитковидная метелка, зонтиковидная метелка. Ну, в общем, куча всякого разного. Ну и визуально все это может выглядеть тоже по-разному. Вот, например, кубковидная метелка лобазник или тава, что тут написано у нее? Центральные оси нижних ветвей намного перерастают таковые, да-да-да. Ну, смотрите, как это все формируется. Метелка – это же как елка, да? Ну, метелка – елка. Я как запоминала? Метелка – елка. У елки самые нижние ветки, самые большие. Также и у метелки самые нижние оси будут содержать максимальное количество цветочков. Только вот кубковидная метелка лобазника, она так устроена, что вот эта вот центральная ось, она не будет самой длинной. Она, наоборот, будет самой короткой. А вот эти вот нижние оси будут максимально длинными. То, что вот это вот выступает… Ой, синее неудобно, надо все-таки красненькая штучка взять, красненькая или чернила. Вот эта вот нижняя часть, которая сильно выступает, это не верхушка метелки будет. Это будут нижние оси, вот эти вот нижние оси. А так метелка. Как это понять? А внимательно смотреть, как это все зацветает, внимательно прослеживать, как устроено соцветие, где какая ось первого-второго порядка, сколько точек ветвления на оси первого порядка на оси второго порядка и так и далее. То есть внимательное, последовательное изучение. Следующая наша ось, господи, следующая наша метелка – это такая зонтиковидная метелка, которая встречается у оралии высокой или оралии манджурской. Ну, в общем, понятно. Думаю, объяснять не надо. Вот, кстати, по-моему, эта оралия манджурская, она есть в саду, может, мы ее даже с вами увидим. Ну, соответственно, метелка из зонтиков – вот этот классический зонтик. Яснотковые часто встречаются в определителях, часто встречаются в различных морфологических частях. И вот вопрос, конечно, какое у нее соцветие. Честно говоря, определить сложно. Только при внимательном изучении по тому, как это все зацветает и так и далее. Итак, супротивные листья, в пазухах которых развиваются элементарные соцветия. Ну, да. Дальше. Цветоножки элементарных соцветий очень короткие. Вот, собственно, на этом этапе можно сказать, ну, нафиг, не буду я дальше это все исследовать. Потому что, когда вы видите цветоножки, оси соцветий, то, как это все располагается, вам легче понять тип соцветия. Но мы не ищем легких путей, поэтому продолжаем. Боковые соцветия закрыты и не могут давать больше двух побегов третьего порядка. Еще раз вспомнили, да? Больше двух побегов третьего порядка у нас не дает какое соцветие, метелка или тирс. Значит, смотрите, еще раз. Побег первого порядка. Упс. Побег второго порядка. И на побеге второго порядка только два побега третьего порядка. Кто так делает? Кирилл молодец. Да, так делает тирс. У метелки побегов третьего. Давайте подпишу. Значит, это у нас будет первый порядок, второй порядок, а это третий порядок. У метелки побеги третьего порядка могут располагаться, господи, на побегах второго порядка может располагаться энное бесчетное количество побегов третьего порядка. В отличие от тирса. Ну и, соответственно, это соцветие тирс. Поэтому, зайки мои, у яснотковых соцветие тирс. Просто запомните себе это. А вот какой тирс, ну это зависит от того, какой конкретно ясноток. Вот чем отличается тирс от метелки. Смотрите внимательно. Скажите мне, пожалуйста, где здесь метелка, где здесь тирс? Итак, слева у нас кто? Вот это кто? Тирс. Да, слева тирс, правильно. Так, вы у себя в голове уложили разницу, да, а метелка на втором, да. Вы у себя уложили разницу между тирсом и метелкой, надеюсь, да? Да, метелка вторая, да, совершенно верно. Итак, для того, чтобы понять, значит, первое, когда у вас на фотографии встречается какое-то соцветие, вы в душе не понимаете, что это. Значит, первое, на что вы должны посмотреть, на то, как это все зацветает сверху вниз, снизу вверх, от боков к центру, от центра к бокам. Вы тогда можете хотя бы поместить это в градацию цимозной-рацимозной. Как только вы поместили это в градацию цимозной-рацимозной, дальше вы внимательно исследуете, где ось первого порядка, где оси второго порядка, как они располагаются друг относительно друга. И постепенно методом отсечения вы вычленяете нужное вам соцветие. Вот. Так что все это визуально очень сложно, да, так вот с наскока, но при последовательной схеме в голове выясняется, что это невыполнимая задача. Вот. Ну вот смотрите, компанула патула соцветие тирс. Почему не кисть? А давайте внимательно смотреть на эти цветки. Итак, вот у вас есть серия цветочков колокольчика. Объясните мне, докажите мне, что это тирс, а не кисть. Кирилл, давай. Ну, как видно, на оси тут сначала только два цветка, на оси второго порядка только два цветка, в отличие от метелки. У метелки их может быть больше, а тут эта последовательность соблюдается, значит, это тирс. А не соблюдалось бы, значит, это была бы метелка. Ну, и еще, на самом деле, если внимательно посмотреть, то вы видите, что как бы центральные цветки уже отцвели. Везде центральные цветки отцвели, а цветут краевые цветки, ну, то есть либо нижние, либо боковые. Вот, поэтому, да, важен порядок распускания цветков. Если на одном уровне есть и отцветшие цветки, и распускающиеся, то это явно не кисти. Мы помним, да, что у кисти все последовательно зацветает. Вот. Поэтому это кистевидный тирс. Ну, потому что он имитирует кисть, но это не так. Так, понятно, почему это кистевидный тирс, зайки мои? Или еще раз повторить? Значит, смотрите, еще раз. Все, во-первых, у очень многих колокольчиковых кисти. Ну, скажем так, вы это можете не знать, но желательно подозревать, что это так. Также визуально расположение цветков имитирует визуально конструкцию кисти. Но порядок зацветания выдает себя и показывает, явственно демонстрирует нам, что это не кисть, а явно какое-то цимозное соцветение. При внимательном рассмотрении, такое усмотрел Кирилл, мы понимаем, что это тирс. Но так как он имитирует кисть, то мы это с вами все назовем кистевидным тирсом. Да, мы не скажем, что это тирс из кистей, потому что это не так. Мы скажем, что это кистевидный тирс. Дальше. А вот это луки. Значит, внимательно смотрим на зацветание. Скажите мне, пожалуйста, что, как вы думаете, это за соцветие? Кирилл, Кирилл, я так чувствую, ты прочувствовала с этим соцветиями. А я думаю, что это метелка, но очень своеобразная, которая под головку пытается, ну, как сказать, ну, качить под головку. Кирилл, внимательно посмотри, как это происходит, зацветание. Ну, зацветание сверху вниз, от центральных цветков к нижнюю. Да, и что? Это у тебя будет метелка, зайка моя? А, нет, это не метелка. Да, да. Это тирс, головковидный тирс. Да, все верно. Здесь выдает нас, это соцветие выдает порядок зацветания. У нас зацветает все сверху вниз. Это цима, это цимозное соцветие. Дальше. Ну, мы внимательно смотрим, откуда отходят цветоножки. Порядок зацветания. Почему это не головка и не зонтик? Потому что, собственно, зонтик и головка – это рацимозные соцветия, поэтому они зацветали бы в другом порядке. И в итоге мы получаем зонтиковидный тирс. Неголовковидный, да, неголовчатый. Это неголовка, потому что посмотрите на длину цветоножек, как это может быть головка. Если бы это была головка, они все были сидячие, да, а это зонтиковидный тирс. Поэтому, господа мои хорошие, любимые, у семейства алиации, вот эти луковые, наверное, по-русски это произносится, у них, у всех, у подавляющего большинства цимозные соцветия того или иного характера. Дальше. Вот это наша интересная прунелла вульгарис, черноголовка обыкловенная, как вы понимаете, тоже относится к яснотковым. Что мы здесь видим? Ну, здесь кашня полная, сразу скажу. Значит, ну, визуально это похоже на какое соцветие? Если так, с кондачка, быстренько, на какое соцветие похоже? Федя, давай. Колос. Ну, колос. Слушай, а если внимательно присмотреться и понять, что как бы что-то очень толстая цветоножка, вернее, ось соцветия? Ну, то есть, если не колос, то? Початок. Дальше. Едем дальше. Порядок распускания. У нас все распускается откуда-куда. Внимательно посмотрите. Сверху вниз или снизу вверх? Снизу вверх. Педечка. Зайка моя. Вот посмотрите. Они сверху уже отцвели просто. Да, сверху они отцвели, отвалились. Вот это вообще бутончик. Да? Вот этот явно уже отцвел. Да, сверху вниз. Дальше идем. Что у нас получается? Пытаемся найти цветоножки и место их крепления. Но, как вы понимаете, с цветоножками и с местом крепления проблематично, потому что цветоножки укорочены, и место крепления мы вообще не видим, потому что оно скрыто за частями. И вот это мы получаем головковидный тирс. Почему головка? Почему непочаток? Давайте с вами подумаем. Почему непочатковидный тирс? Как вы думаете? На крепление цветков нужно смотреть. Да, Федя прав. На крепление цветков нужно смотреть. На самом деле, если вы никогда черноголовку не держали в руках, то по фотографии вы совершенно спокойно можете сказать, что это початковидный тирс. Почему? Потому что вы не можете потрогать вот эту вот ось. Вы не можете сказать, что она как-нибудь расширена, она разрослась или еще что-нибудь в этом роде. Но так как мы как бы за правду, за то, как оно на самом деле, а на самом деле это все-таки головковидный тирс. Да, немножечко разрощена, как бы вот эта вот ось цвете, как бы увеличена площадь посадки цветков. Но так как это все укорочено, то это головка, а не початок. Потому что если бы ось цвете сильно бы разрасталась, особенно вот относительно вегетативной части, тогда бы мы сказали, что это початок. Но это не так. Еще раз повторюсь, по фотографии вы это узнать не можете. Это скорее из личного опыта берется. Дальше. Ну вот, собственно, пейте без остановки напитки из черноголовки. Есть такой город, есть такой черноголовка. Вот. Ну, давайте проверим ваши знания. Я хочу, чтобы вы мне назвали типы соцветий. Один, два, три, четыре и пять. Кто попробует сказать мне название? Федечка, зайка моя, скажи мне название соцветий номер один. Как ты думаешь? Вася, у вас соцветие номер два. Ну, может быть, это тирс из плеохазиев? Ну, или это кисть из плеохазиев? Ну, вот точно не кисть из плеохазиев. Вот это вот я бы точно сказала, что не кисть из плеохазиев. Да. Чуть кисть? Понимаешь, кисть из плеохазиев тогда бы тебе демонстрировала более... А, все, понял, да. И сложный плеохазиев тогда. Ну, да. Да. Можно сказать, что это, ну, скорее, тирс из... На самом деле, не факт. Из плеохазиев, а может быть, из зонтиков. Понимаешь? Вот в чем проблема. Так как тебе здесь не показана схема зацветания, то ты не можешь однозначно сказать, это плеохазиев или это зонтик. Вот в чем проблема. Так что это может быть либо тирс из плеохазиев, либо это может быть тирс из зонтиков. Вот так что тут, как говорится, бабушка на две сказала. Вася, номер два. Тирс. И что тирс? Тирс из кого? Как ты думаешь, вот это что такое? Вот это вот. Вот это вот. Кто мне скажет второе соцветие? Как бы вы назвали его? Это тирс из корзинок? Да, это тирс из корзинок, да. А элементарная штука – это корзинка. Циферка три. Кто мне скажет циферку три? Так, циферка три. Зонтиковидный тирс. Зонтиковидный. Зонтиковидный тирс. Или просто зонтик сложный? Ну, во-первых, зайка моя, у зонтиков должны быть одинаковые длинные цветоножек. А у тебя длинный цветоножек разные, но при этом цветки на одном уровне. Это у кого такая штука встречается? Щиток? Да, это у щитка. Поэтому как ты назовешь это соцветие? Учитывая тот факт, что вот это – это корзинка. Вот это – это корзиночка. Щитоковидный тирс тогда? Ну, не тирс, это циферка моя. Нет, это не тирс. Это корзиночный щиток. Корзиночный щиток? Нет, не корзиночный щиток. Это щиток из корзинок. Да, щиток из корзинок. Номер четыре. Тут довольно просто. Ну, если вот это простой цветочек, а не корзинка, как бы вы это назвали? Да, это кисть. Правильно, это кисть из корзинок. А пятое – это у нас будет колос из корзинок. Да, совершенно верно. Колос из корзинок. Метелка зонтиков, метелка корзинок. Ну да, можно сказать. Вот смотрите, в чем проблема. Значит, сейчас, секундочку. Я это взяла из интернета. Что они пишут? Что один и два – это метелки. Значит, мы с вами знаем, что метелки, к сожалению или к счастью, могут быть как открытыми, так и закрытыми. Гипотетически ничего не мешает схемам один и два быть метелками. Ну, правда, ничего не мешает. Но если вот совсем по-честному, то можно же сказать, что один и два – это тирс. Но дальше мы утыкаемся в проблему того, что тирс в душе дихазий. А если тирс в душе дихазий, то гипотетически, но бывает исключение, гипотетически, если бы это был все-таки тирс, мы бы здесь должны были нарисовать супротивную ось. Гипотетически, если бы это был тирс, и у тирса гипотетически оси третьего порядка тоже должны быть супротивными. Так как тирс в душе дихазий. Понятно, что бывают исключения. Но если брать как бы все-таки упрощенную схему, то здесь на самом деле однозначно сказать, кто это, метелка или тирс, не совсем нельзя. Почему? Почему это не метелка? Потому что гипотетически у метелки все-таки они в подавляющем большинстве случаев не закрыты. Но бывают исключения. Если бы это был тирс, то мы должны были бы дорисовать супротивную ось второго порядка внизу. И так и далее. Поэтому и с одной стороны, и с другой стороны допущены ошибки. Поэтому однозначно сказать и однозначно утверждать, что это метелка или тирс мы не можем. Так что берегитесь, бывают очень часто, соответственно, ошибки. Ну, так, три это щиток из корзинок, да, кисть корзинок, полос корзинок. Вот. Дальше. Ой, красота среди бегущих первых, нет, не отстающих. Давайте на этом пока мы закончим. Вот эту вот красоту вы как-нибудь сами... Мне. Спасибо. Спасибо. emp reading.